Привет! Вы смотрите программу новости науки. Я, Ралина Киряева, расскажу вам, как спрогнозировать риск развития инфаркта миокарда, зачем есть жирные рыбы, как решить вторую по значимости проблему в России. Подробности далее. Итак, в мире. Группа ученых из Саутгемптонского университета в Великобритании под руководством профессора Филиппа Колдера пришла к выводу, что беременным полезно употреблять жирную рыбу, поскольку это позволит снизить риск развития астмы и других серьезных респираторных заболеваний у будущего ребенка. В исследовании приняли участие более 120 беременных женщин. Участницы были разделены на две группы. Первая группа несколько раз в неделю употребляла жирную морскую рыбу, а вторая не меняла своего привычного рациона. После того, как у всех участниц появились дети, выяснилось, что малыши из первой группы были в пять раз менее подвержены шансу развития астмы. А в России в Московском государственном университете имени Ломоносова изучили генетические механизмы, отвечающие за развитие атеросклеротических изменений сосудов. Исследователи выяснили, что мутация гена, кодирующего белок тикадгерин, влияет на такое грозное осложнение ишемической болезни сердца, как инфаркт миокарда. Это свидетельствует о том, что тикадгерин участвует в процессах развития атеросклероза и способен влиять на стабильность атеросклеротических поражений. Полученные результаты в будущем могут быть использованы для оценки риска возникновения инфаркта миокарда и прогнозирования характера развития начальных атеросклеротических изменений. И напоследок в Татарстане. Ученые КНИТУ разработали новый вид асфальтобетона, отличный от предшествующих высокой прочностью и износостойкостью. По словам исследователей, новое вещество принимает жидкую форму, а при температуре минус 25 градусов преобразуется в стекловидное состояние. Асфальтобетон в жидком состоянии можно перевозить без особых усилий, а с помощью нового покрытия можно укреплять откосы, проводить ямочный ремонт дорог в дождливую и снежную погоду. Отмечается, что подобная технология уже применяется в Европе. На создание новшества ученые потратили около 10 лет. За это время им удалось зарегистрировать несколько патентов. А на этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова